И здорово, господа мои хорошие, добро пожаловать на очередную, так скажем, подборочку секретов от подписчиков, где мы вместе проверяем. Сегодня будет интересный секрет, и я нашел несколько прям реально крутых, поэтому приготовьте что-нибудь вкусненькое, видео будет очень интересное. Ну и не забывайте про мой Roblox King канал, ребят, это второй мой канал по-английски. Там очень интересные истории, фильмы выходят, и вы там все поймете, даже то, что это на английском языке, поэтому не переживайте, ссылочка будет в закрепленном комментарии, либо в описании, я вас всех там жду, пожалуйста, помогите, подпишитесь, поддержите лайком, потому что там будут выходить все чаще и чаще видосы. Ну а мы, ребята, двигаем смотреть ваши комментарии под предыдущим видео. И у нас здесь Супер Карим, интересный никто какой, пишет, Брайс, помнишь, в том видосе ты покупал пас-катастрофы, помню как, конечно, там есть призрак, и в вещах есть штука, которая пиликает. Да, ребята, это у нас детектор призраков, и привидение ищет, короче, из охотников за привидениями, используй ее и посмотри, если когда призрак близко, если будет быстро пиликает, значит эта штука сделана для этого. Ребята, интересно, интересно, вот я даже лайк поставлю, потому что идея на самом деле крутая. Давайте, ребята, будем пробовать. Для того, чтобы, естественно, попробовать эту фигню с призраками, вам нужен этот пак-катастроф. Без него, ребята, вы не сможете, к сожалению, поэтому давайте мы сейчас поставим где-нибудь дом. О, давайте для антуража поставим дом наверху, иглвью, и страшный дом поставим, чтобы вот прям вообще было аутентичненько. Но, и, возможно, что-нибудь мы сможем, может быть, реально эта штука работает. Я вам сейчас все покажу, вы поймете, что к чему. Вот, а от вас, ребята, ну лайкосик под этим видосиком, да, пожалуйста, ты линь, и все будет замечательно. Итак, мы приехали, давайте ставим сюда вот эту домишку. Что такое? А у меня этот спальный мешок, мне не надо. Давайте мы сейчас поставим вот этот дом, ребята, страшный дом, страшный-страшный, да. А мы сейчас поставим здесь свет, только сразу белый, да. И, так, давайте белый. А тут много цветов, можно зеленый поставить, можно синий, красный. Можно вот такой, давайте такой, слушайте, мне нравится такой. Не сильно темный, не сильно яркий. Значит, что это за штука, которая у нас спиликает, ребята? Это вот такой детектор призраков. То есть мы можем нажать. И вы можете услышать, как эта штука пикает. С помощью этой вещи мы якобы должны найти призраков, но она не работает, ну, по назначению, так скажем, да. Она не... Если рядом призрак, она быстро не начинает пиликать. А как это должно быть? То есть она пикает... Чем быстрее она пикает, тем ближе призрак к нам. Вот, и как видите, сейчас она вот равномерно так пикает, значит, никого рядом нет. Давайте же попробуем запустить призрака и посмотреть, что же у нас будет. Так, давайте ночь сделаем. Ой, сейчас я не то нажал. Так, давайте 12 ночи, ребята. Сделаем 12 ночи и по... Я не знаю, вы слышите или нет? Я думаю, вы слышите. Все, ребят, давайте заходим. Это кто? Посмотрите. Это кто? Кто-то зашел, короче, ко мне. Капец. Я аж охренел, если честно. На випку ко мне вообще никто не заходит. Это кто-то из нашей команды съемочной. Ну, это капец, я сейчас реально охренел, чуть не обосрался. Значит, давайте ищем. Но, слышите, пикает так же, как и пикало. То есть, не быстрее, не... Слушайте, я вам скажу, жутковато, блин. Так. Во-первых, я ни призрака здесь не вижу. У нее даже штука быстрее не пикает. Что означает, что у нас не работает или что? Подождите, а где призрак? Тут же должна девочка появляться. Помните, мы в прошлом видео... О, вот она. Смотрите, мы подошли, но как бы ничего не произошло. То есть, мы прям в упор к ней подошли, и звука никакого не было. Что это получается? Получается, что... Все. Получается, что ничего не работает. Окей, тогда это просто муляж, и... Ну, как вы поняли, ничего из этого не работает. Окей. Двигаем тогда, смотрите, еще один секрет. Итак, ребята, у нас Нацуки пишет. Кстати, если в самолете... Если зайти в него и поставить спальный мешок, и посмотреть за текстурой кабины самолета под землей... Давайте, ребята, будем проверять. Так, я, пожалуй, удалю этот дом с призраком, потому что мне уже страшно. Давайте проверим. То есть, вот наш самолет. Вот, если мы заходим в самолет, то что, мы не в самолете где-то появляемся или где? Так, давайте возьмем какую-то машину интересную. Даже не знаю. Ладно, пусть такая будет. Поехали. Садись. Все, едем. Сейчас будем проверять, что же это за кабина. То есть, мы должны заехать с вами в аэропорт. Да, зайти в аэропорт. И мы должны будем с вами пробагаться через самолет каким-то образом. Так, давайте проверим. Заходим сюда. Так. И поехали. Так. Борт плейн. Окей, мы внутри самолета. И теперь давайте попробуем забагаться каким-то образом. Для этого нам понадобится, конечно, наш спальный мешок. Куда же без него? Всегда его использую я, потому что, ну как, без него-то, да? Итак, берем. И давайте попробуем забагаться куда-нибудь. Ну, давайте вот сюда, что ли? Так. О! Ух ты, где это я? Ребята, посмотрите, вы видели? Да, давайте маленьким станем. Сейчас. Вы видели, где это я? Так, я не могу пролезть. А ну, давай, браток. Браток, а давай. Давай, давай. Блин, как туда пролезть? Так, может сейчас получится. Блин, слишком толстая. Вы видели, там проход какой-то был? А ну-ка. Смотрите, проход. А-а-а. Это мы... Смотрите, в чем мы находимся. Это, типа, у нас вот такая вот, вот такая кабина самолета. Интересно. Ну, да. Это, это, я думаю, во многих играх такое используют. Хорошо. Окей, а у меня есть идея получше. Мы с вами багались сейчас внутри кабины самолета. А что, если мы в самолет багнемся? А-а-а. Давайте попробуем. Итак, давайте выходим отсюда. Вот у нас самолет, ребята. И мы в этот самолет попробуем забагаться. Может, мы сможем сесть в него и лететь? Я, конечно, сомневаюсь, но все равно прикольно. Так, садимся в мой мопед. Давайте какой-нибудь интересный цвет его разукрасим. Во. Замечательно. Итак, едем. Мне нужно сейчас забагаться в самолет. Я, правда, не знаю, с какой стороны мы это сделаем. Я не знаю, может быть, как-то с носа попробовать? Давайте попробуем. Так. Охренеть. О, давайте не с носа, давайте вот тут. Прикольно. Так, давай. Багайся, братуха. Сейчас, блин. Как бы стать так? Блин, а я не могу засунуть ничего внутрь. А, вот. Итак. Мы внутри самолета. И он абсолютно пустой. Ничего здесь нет. То есть, ну, не то, что пустой. Это как бы наоборот. Он полный внутри, да, и поэтому мы ничего не видим. Так бы, если он был пустой, то мы бы могли без всяких проблем с вами побегать внутри. Это было вообще прикольно. Так, а может быть какой-то другой? Давайте попробуем в кабину, может быть. А ну-ка. Так, с кабину бы как-нибудь залететь. Так, оно прошло чуть-чуть? Вроде прошло. Ну да, видите, здесь тоже ничего нет. К сожалению, это муляж. Это муляж. Мы ничего с этим сделать не можем. Ладно, хорошо. Но я хочу вам сразу, пока мы находимся здесь, сразу видел комментарии подписчика, но я опять потерял, блин. Я просто так листаю постоянно и вижу какие-то комментарии и такие, а, неинтересно, неинтересно. А, стоп, подожди, можно же показать. Многие же люди не знают. Короче, сейчас мы покажем вам секрет с мотелем. Как пробраться внутрь этого мотеля. Внимательно смотрим, ребята. Итак, мы находимся сейчас вот здесь. Что мы можем сделать? Мы можем выбрать любой дом, который здесь у нас в мотеле находится. Разницы нет, какой дом это будет абсолютно. То есть, тут все зависит от вас. Так, что мы делаем? Мы выбираем вот этот домик, к примеру. Ну, квартира, да, апартаменты. Так, и вот здесь мы можем с вами развлекаться по-крупному. Мы можем, как вариант, просто багнуться через стену. Но это не очень интересно. Это, кстати, работает с любым домом. И что мы должны сделать? Мы должны с вами лечь, либо, я не знаю, сесть, либо еще что-то. Ну, давайте, к примеру, сядем. Так, давайте не вот так сядем, давайте. Блин, сядь нормально. Вот. Теперь, когда мы сидим, ребята, мы можем удалить дом. И смотрите, что будет. Бэмс. И мы с вами оказываемся в абсолютно пустом пространстве. Здесь можно прятаться. Здесь можно пугать людей. Да, вот, например, давайте посмотрим, что у нас здесь будет. О! Если вы двигаетесь, кстати, смотрите, вас выкидывает. А ну-ка, давайте еще раз попробуем. Давайте попробуем еще раз. Давайте, не знаю, вот сюда вот сядем. Так, бам. Блин, если мы начинаем двигаться, то мы сразу телепортируемся сюда. А ну-ка, еще раз. Может быть, сейчас получится. Давайте попробуем с помощью спального мешка забагаться. Так. О! Все, смотрите. Нас не перемещает. То есть мы можем бегать. Блин, короче, если мы заходим на пустое место, то мы, ну, телепортируемся. Но если мы заходим, ребята, в место, где уже что-то стоит, то мы не телепортируемся. И можно так попасть в любой дом через заднюю часть. Так, ладно, давайте как-то... Блин, все равно, если вы проходите, вас все равно тпшит. Окей, с домом то же самое, но с домом не очень интересно, вы это прекрасно понимаете. Окей, беги, беги, бежим смотреть еще один секрет. Итак, ребята, следующий у нас секрет от Неадекватная. Она пишет, Брайс, привет. Брайс, пожалуйста, проверь этот секрет. Если на ранчо купить дом безстеклянный, то на дереве, которое больше всего близко к дому, появится секретная комната, похожая на детскую. Давайте проверим. Мы в предыдущем видео уже проверяли что-то подобное. А мы проверяли с домиком на дереве. Но сейчас мы будем проверять сами по-другому. Дом стеклянный. Что же это за стеклянный дом-то такой? Давайте будем сейчас смотреть. Итак, мой розовый мопедик. Нормально, поехали. Будем сейчас исследовать здесь все. Задача сейчас состоит в чем? Давайте мы сейчас посветлее сделаем, а то ничего не видно. Так, 12 дня. Так, время остановить. На, время остановить. Давайте какое-то красивое небо сделаем. Вот такое. Ой. Балдеж, балдеж, посмотрите. Замечательно, ладно. Итак, мы сейчас едем с вами в эту зону. В этой зоне у нас, так скажем, есть какой-то стеклянный дом. Мы можем построить. И тогда у нас появится какая-то секретная комната, похожая на детскую. Окей, давайте попробуем. Что за стеклянный дом? Она не уточнила. Весь стеклянный. Что за весь стеклянный дом? Давайте будем чекать. Что ты делаешь, братуха? Да, блин. Я растерялся. Опять этот ужас. Так, ладно. Итак, весь стеклянный. Что это за весь стеклянный дом? Ну вот, весь стеклянный. А, она имеет в виду вот эту башню. Ладно, давайте посмотрим, что с этой башней у нас. Так. Что же здесь я вижу? Какая-то секретная комната, похожая на детскую. А ну-ка. Что же, вообще дом, конечно, капец. Э, можно его зашторить вот таким образом? И тогда будет хорошо. Ну вот у нас дом на дереве, да? Который мы с вами смотрели. Но тут ли этот дом? Так, давай разворачивайтесь с навески. Так. Ну вот есть у нас дом, да? Он похож на детскую. Она имела в виду именно этот дом. А, вот оно что. Вы поняли? Окей. И в таком случае мы с вами двигаем дальше. Окей, ребята, что-то интересненькое намечается. Брайс, привет. Я нашел такую секретку в Брукхейвене. Короче, в любых коммерческих помещениях установлен банковский терминал с кассой. Короче, заходишь в инвентарь и выбираешь банковскую карту любого цвета. Потом заходишь в магазин, кафе, бизнесные помещения. Короче, подходишь к кассе, берешь карту и стоишь на кассе, чтобы сработало. Слушайте, я не знал. А ну давайте попробуем, интересно. Так, что нам для этого нужно? Ну, во-первых, нам понадобится вот эта вот карта. Любая. Давайте возьмем розовую. Розовая карта, потому что у меня розовый мопед. Где он? Вот. Прекрасно, смотрите. Розовая карта с розовым мопедом. Я прям уже заряженный. Ладно, едем в... Ну, давайте попробуем в Старбрукс зайти. Старбрукс кафе и посмотреть, что будет. Мы знаем, что мы можем снять с помощью этой карты деньги в банкомате. Но чтобы оплачивать на кассах, если честно, не видел ни разу. Окей, давайте сейчас посмотрим. Мы едем сейчас в Старбрукс. Вон он здесь находится. Там у нас находится касса, которую мы можем как-то что-то... Ну, мы тут много касс, мы сейчас все посмотрим сами. Так, вот мы здесь. Вот у нас касса. И говоришь, возьми карту и смотри, чтобы что-то сработало. Так, ну здесь не... Подожди, ну мы же оплачиваем, да? Значит, вот здесь должно быть что-то, да? Ни хрена себе! Ни хрена себе! Я не знал, прикиньте! Конечно, это логично. Но... Реально работать на каждом магазине. Ни хрена. А тут? Ну да, тут мы подходим, у нас... Ребята, вы что, вы знали это? Слушайте, я не знаю, сколько я играю в эту игру. Я не знал, что если взять кассу и подойти к аппарату считывая, ну, куда карту приложить, оно будет деньги нам показывать. Окей. Слушайте, я как бы немного в шоке. Давайте, знаешь, ее попробуем? Где мамопед? Давайте попробуем на доставке. Давайте попробуем на доставке. Я знаю, что на доставке там вообще все работает. То есть вы сейчас увидите. Итак, давайте сейчас house controls и уберу. А, подожди, это не house controls. Так, давайте мы сейчас попробуем подъехать. Так, а что это? Так, здесь мы можем заряжать наши эти электрические автомобили. Только я не знаю, что у нас там электрическое. Ладно, потом посмотрим. Так. Здесь мы можем сделать заказ. Да. Так, обратите внимание сразу на вот эту вот часть. То есть вот сюда вот смотрим, да, на вот это окошечко. Там у нас сейчас написано, ожидается новый посетитель. Так, мы сюда подъезжаем. Так. Так, тут написано, что мы ждем. Ага. Так, что будет дальше? О, вот они мы и показываем. Слушайте, нихера себе. Вот это интересно. То есть тут показывается, кто приезжает, кто подъезжает. И даже ник показывается. Слушайте, я в шоке. Мне кажется, что в Brookhaven нужно увеличить количество слотов. Чтобы там не 18 человек, как сейчас, да. Чтобы там, не знаю, ну человек 30 было. Тогда больше будет каких-то развлечений. В плане там кто-то будет работать. Кто-то там еще что-то. Потому что слишком много всего. И очень мало людей. И из-за этого как бы невозможно ролплеить. Вот это очень как бы плохо. Так, ну окей. Что мы нажимаем? Так, берем заказ. Такс. Все, мы все сделали. Все. Окей. А где оплачивать? Вот здесь мы можем оплатить. Смотрите, ну тут еще какой-то касс интересный. Реально работает и здесь. Ребята, я в шоке просто. Пишите в комментах, знали вы это или нет. Но я немножко сейчас охренел. Ладно, ребята. Сегодня на... Все. На сегодня, да. Я вас жду на своем Roblox King канале. Заходите, подписывайтесь, если еще не подписались. Мы будем там выпускать классные видосы. Субтитры сделал DimaTorzok.